Мы приглашаем в нашу студию Оксану Костовову и Андрея Туманова, председателя Союза Садоводов. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Вы к доктору проходите к нашему. Здравствуйте. Оксана, мы выслушали ваш рассказ очень внимательно. Вот вы столько времени питались яблоками. Я считаю, что это удивительный вообще продукт. Но вот здесь представлено очень много яблок. У вас нет сейчас отторжения к ним? Нет, я абсолютно не чувствую к ним никакой антипатии. Я очень люблю яблоки, и поэтому именно тогда выбрала именно яблочную диету. То есть они вам не надоели с тех пор? Нет, нет. А результат-то у вас был? Результат был минус 4 килограмма. За сколько? За 5 дней. А как вы себя чувствовали? Чувствовала себя нормально. Я как-то морально себя подготовила. Нормально до гастрита, да? Да. Я в течение диеты чувствовала себя. Абсолютно нормально, никаких болей, ничего абсолютно не было. А слабостей не было? Нет. Я так же продолжала, даже тренировала. Но я из слабых сил, наверное, не прибавляла. Ну да, да, такого не было. Сонливость была, да. А у меня вопрос такой, а какими яблоками вы питались? Айдарет. Дело в том, что сорт Айдарет, где он растет, вы знаете? Нет. Ну, он растет там далеко-далеко на юге. То есть не у нас, не в нашей зоне. Это в основном красивые яблоки. У красивых яблок, которые продаются в магазине, у них два положительных качества. Эти яблоки должны радовать глаз покупателя и потребителя. Радуют? Очень радуют. Вот эти, наверное, не радуют, да. Кроме того, они должны хорошо храниться и хорошо перевозиться. То есть это, ну, товарный продукт. То есть есть продукт для магазина, а есть продукт для себя любимого. Да, да. Пользы в них на порядок меньше, чем вот в этих некрасивых яблоках. Вот объясните мне, о какой пользе мы сейчас говорим? О какой пользе? Вообще яблоки – это не столь полезный продукт, как, ну, думают многие. В яблоках достаточно мало витамина С. Чтобы, например, покрыть суточную дозу, вам надо съесть... Ну, не полвитра, но, по крайней мере... Ну, может, витамин С – это не панацея. Да, да, там, яблок 15. Ну, понимаете, когда вы сидите только на яблочной диете, явно у вас нехватка разных витаминов тут же образуется. Микроэлементов. Но что полезного? Калия. Калия, да. Поэтому многие врачи, особенно, которые там... Сердце, проводимость. Да, 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 насчет сердца, говорят, кушайте яблоки. Ну, ясно, что должна быть какая-то золотая середина. Нереально непонятно. Вот что вот в этом яблоке может быть лучше, чем вот в этом? А вы понюхайте их. Запаха нет. Нет, запах есть, да. Вот здесь есть, да. Значит, запах – это первое, что хорошее. Ну, скажем так, запах сигнализирует нам о том, что вот это яблоко, оно более такое естественное. Вот это яблоко магазинное, яблоко выращенное на продажу. Это яблоко выращенное на еду. Нет, конечно. Просто селекционеры изначально выводили вот такие вот яблоки для продажи, а не для того, чтобы в них были витамины. Понимаете, количество витаминов в яблоках может очень здорово разниться, понимаете, иногда в 10 раз. То есть яблоко – это совершенно такой вот разный продукт. Как люди бывают разные, так и сорта яблок. Вот меня интересует такой вопрос. Вот я беру яблоко, да, вот, покупное, и начинаю вот так вот скрести, да, вот. И получается вот у меня что-то белое. Вот что это такое? Давайте нас пугать. Яблоки, которые привозят к нам из-за границы. Вообще, дикое позорище. То есть Россия – яблочная страна, мы яблоко можем выращивать, не кормить можем. А привозят яблоки из Польши, привозят из Дании. Даже из Аргентины я видел яблоки. Да что вы там опять нашли? Так вот, то самое импортное яблоко, которое приехало к нам из-за моря, чтобы оно нормально до нас доехало, надо его покрыть специальным составом. Это так называемый пищевой воск. То есть вы от него не отравитесь, не умрёте. Но я так думаю, вот, даже если он пищевой, зачем он мне нужен в организме? Абсолютно. Это парафины, они влияют на печень, от них погибают клетки печени. Это надо знать. Сейчас мы говорили про импортные яблоки, на которых вот этот искусственный воск. Дело в том, что практически все яблоки, они тоже в естественных условиях покрыты естественным восковым налётом. Если вот вы проводите, и видна полоса. То есть это естественная защита у яблока. Поэтому этого воска бояться не надо. То, что вырастили мы сами, то мы не боимся. Вот два яблока у нас. Вот это явно покрыто воском. Всё блестит, да? Это похоже на Ренет Семеренко. А вот это вот не покрыто. Вот давайте возьмём обычную губную помаду. В принципе, там входят парафины те же самые. И попробуем немножко нанести. Вот совсем чуть-чуть я нанёс. И смотрите, что сейчас мы делаем. Мы берём и вот так располировываем. И яблоко становится всё более красивое, красивое. Для сравнения покажу другую сторону, которую я не полировал. Доктор, у меня уже заболел живот. Вы понимаете, чем мы тянем всё? Вы ещё не начали яблочную диету, у вас уже заболел живот. А доктор как расскажет, он мне коготки в колбаске найдёт, то теперь вот... Ну ты же видишь, раз и два. Слушайте, если мы так людей напугаем, так они вообще перестанут есть яблоки, а яблоки – продукт полезный. Абсолютно. Яблоки, на мой взгляд, как диетолога, яблоки – наиболее полезный продукт из всех фруктов. Пять яблок в день вам не помешают. А наши ребята едят по четыре яблока в день. Очень многие любят, например, есть яблоки с косточками, вот прям до конца вот это доедать. С косточками не надо. В косточках содержатся ядовитые вещества. Не надо бояться ездить. Да, если вы съедите там горсть косточек, может, у вас живот заболит. Но если там одна-две проскочила, это не страшно. А у меня ещё один вопрос, естественно. Я очень люблю вот такие зелёные яблоки. Кожуру вообще лучше тогда снимать. А как вы любите больше, с кожурой или без кожуры? Я их просто люблю. У тебя всё равно. В общем, короче, как вы любите, так и едите. Ну, в кожуре, безусловно, побольше витамина С. И, естественно, если мы кожуру снимаем, мы лишаемся части не только витамина С, но и других витаминов. С другой стороны, кожура для некоторых желудков это дополнительная нагрузка. Кому-то подходит, кому-то не подходит. Вы сейчас так долго говорили о полезности яблок. И в то же время рядом сидит Оксана, которая эти яблоки ела. И вы хотите сказать, что яблочная диета – это плохо. Давайте всё-таки определимся. Мы хотим сказать только одно. Яблоки – это очень полезный и нужный продукт. Это хорошо. Но питаться одним нужным и полезным продуктом, извините, вы тогда с ума сойдёте от этих яблок. У вас заболеет живот, вы получите гастрит и получите массу других неприятностей. Если я не прав, доктор меня поправит. При каких болезнях вообще нельзя яблоки? При любых заболеваниях желудка яблоки противопоказаны. То есть это будет гастрит с повышенной секрецией, с пониженной секрецией. Яблоки достаточно агрессивные. И кислотность, кстати, вот многие говорят, что вот эти яблоки, например, более сладкие, а вот эти более кислые. На самом деле кислоты, в ней их одинаково. Вкус кислоты определяется только количеством сахара. В одном яблоке будет его чуть больше, в другом чуть меньше. Александр Ильич, вот вы говорите, что яблоко – это агрессивный фрукт. Но это испечённое яблоко. Вадик, ну понимаешь, вот агрессия сразу вызывает ощущение, что его не надо есть, что это плохой продукт. Наоборот, я хочу подчеркнуть, что яблоки, на мой взгляд, самый полезный фрукт. Надо просто знать меру. Надо знать, как его есть. Вот 4 яблока в день, причём не сразу, а как вы едите? Постепенно, в течение всего дня, с отрубями, то есть с дополнительной клетчаткой. Это нормально. Но сидеть на яблоках несколько дней, когда происходит разрушение белковой массы, белок не поступает, организм начинает съедать самого себя, и мы теряем вместо жировой массы мышечную, а потом ставим на весы, вес упал. Да, но за счёт чего? За счёт обезвоживания и за счёт мышечной массы. А жиры как сидели, так и сидели. Поэтому вода быстренько набирается, и вес моментально восстанавливает. А желудок мы уже этими яблоками сожгли. Вот это неправильно. Мы говорим о том, что каждый продукт должен иметь правильную упаковку, должен правильно храниться, должен правильно обрабатываться, и главное, должен вовремя и правильно употребляться. Правило для тех, кто худеет. Отдавайте предпочтение ароматным яблокам, даже если внешне они выглядят непривлекательно. Вот у Оксаны есть вопрос. У меня, например, диагноз гастрит с повышенной чувствительностью, то есть следует ли мне исключить вообще яблоки из моего рациона? Мы всегда говорим, надо проконсультироваться с врачом, надо пройти обследование. Это самое главное. Андрей Алексеевич, один вопрос к нашему психотерапевту. Евгений, скажите, когда человек сидит на монодиете, он может, как вот Андрей говорил, сойти с ума? Вы знаете, так категорично я бы не сказала, с ума он не сойдет, но однозначно любая диета психологически вредна. Особенно монодиета, правильно же? Особенно моно, потому что диета – это всегда запрет, наш мозг не выносит запретов, рано или поздно он найдет лазейки, как сорваться с этой диеты, и срывы неизбежно случаются и приводят к набору килограммов, что было у нашей участницы. Только грамотное, сбалансированное питание – залог нашей стройности. В яблоках содержится одноценная кислота, которая нормализует нам наш жировой обмен. Принимайте это как должное. В яблоках содержат удивительное вещество, которое называется пектин, которое выводит даже соли тяжелых металлов из костей. И, кстати, вот когда вы видите падалицу, вот падает яблоко, у него получается такое больное место, болячка, которую все стараются срезать. Это место, куда собирается весь пектин с яблок. Поэтому вот эти места надо срезать в баночку и есть. Это для тех, у кого в анализах находится много тяжелых металлов. Господа специалистов, у нас вопрос. Да. У меня на даче 7 яблонь, и яблоков много. А как их хранить все-таки? Вот у меня не получается. Если у вас не получается, надо начать сначала с сортов. Как я уже говорил, есть сорта, которые хранятся, есть сорта, которые не хранятся. Если у вас летние и осенние, вы никогда их не сохраните. Только переработать, посушить для компотиков, либо носок перегнать. Если хотите сохранить, то это зимние яблоки. Они, как правило, крепкие. Вот такие вот. Они созревают очень поздно. Пожалуйста, в подвалах температура, где не выше плюс 5 градусов у нас находится, можно завернуть каждое яблочко в газетку, в бумажечку. И вот так оно у вас будет храниться нормально. Надо понимать, что яблоко – это живой организм, который дышит, в котором идут биохимические процессы. И чем дольше у вас яблоко лежит, тем больше полезных веществ там распадается. И тем больше вот этих продуктов метаболизма оказывается. Поэтому чем дольше яблоко пролежало, тем оно менее полезно. Так что сажайте яблони у себя на дачу, чтобы у вас были разные сорта летние, осенние, зимние. И кушайте, расширяйте свой период потребления яблок. Друзья мои, ну мы, кажется, рассказали уже про яблоки все. Поэтому возьмите ваши блокнотики и запишите итог. Яблоки – изумительно полезный продукт, который должен присутствовать в рационе каждого здорового человека. Противопоказания есть, но они решаются врачом. В основном это заболевания желудочно-тишечного тракта. Третье – яблоки можно есть печеные, при этом их целебные свойства практически не нарушаются. Никаких яблочных диет мы не признаем, они наносят колоссальный ущерб нашему организму. И напоследок, мы говорили о пектине. И поэтому сегодня у меня к вам есть маленький сюрприз, который, я уверен, вам понравится. Традиционная русская сладость – пастила. Состоит только из яблочного пюре, из пектина и немножко добавлен сахара. Но сегодня… Идите к нам в дом. Уже хотите, да? Я тут первой сижу. Это причем не та пастила, к которой вы привыкли в магазине. Видите, она даже выглядит по-другому, потому что тут натуральный пектин, натуральные яблоки, вот это железо, вы видите, что это коричневый цвет. Правило для тех, кто худеет. Настоящая пастила содержит только три ингредиента. Яблочное пюре, сахар и яичные белки. Вы меня прошли. А вы вот… Да, спасибо. Алексей Владимирович, давайте мы передадим это… Это очень полезно. Подождите, а я… И вам, Настенька, и вам, Оксана. Оксане, можно пастилу с гостей? Можно, 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 смело. Причем, это сладость и пастила – самая полезная сладость. И когда вы закончите худеть, будете жить обычной нормальной жизнью, то в пастилу вы можете включать ежедневный рацион совершенно нормальный. Ну, только вот такую качественную пастилу. Спасибо. Наступает осень, а вместе с осенью в наши дома приходит плохое настроение и осенняя хандра. Я вам раскрою несколько секретов, как я, например, поднимаю себе настроение осень. Обычно я использую хороший чай. И я недавно прочитал одну интересную вещь, что англичане доказали, что если просто держать горячую кружку в руках, то настроение неизменно повышается, вот эта осенняя хандра уходит. Давайте заварим чай, и я так понимаю, что никто из вас не откажется попробовать… И поднимем всем настроение. Поддержать и поднять всем настроение. Итак, мы берем чайник, мы берем сухофрукты, это яблоки. Немножко кладем шиповника, и мы можем добавить немножко корицы. Корицы немножко залежу. Прям совсем немножко. До вкуса. И заливаем. Этот напиток полезен тем, что он содержит массу микроэлементов. И вообще, как сам по себе, любой горячий напиток поднимает настроение, особенно когда холода. А если мы добавим к нему еще маленький сюрприз, вам понравится еще больше. Второе. Мы будем делать глинтвейн. Так, мы заливаем сюда вино. Подсказывайте, что мы сюда еще будем кладем? Бадьян. Сколько мы штук кладем? По вкусу. Посмотря какое количество вина. Примерно у нас меньше, чем пол бутылки. Я думаю, достаточно. Давайте положим корицу. Гвоздика. Гвоздика, корица, это мои самые любимые. Щепотку большую можно хорошую положить. Хорошую? Сюда же можно добавить... Мед. И цедру, да? Дольку апельсина. Цедра есть желательно. Мелко-мелко, главное мелко. А пока тут все готовится и режется, я вам еще расскажу, где содержится удивительная аминокислота, которая называется трептофан, из которой, собственно, и производится гормон серотонин. Но прежде всего это, конечно, ваш любимый... Что? Педровые орехи. Педровые орехи. А я думала, отрубят. Содержит трептофан геркулес. Содержит трептофан финики. И, кстати, огромное количество трептофана содержится в мясе индейки. Но помните, что трептофан превращается в серотонин только при одном условии. При наличии солнечных лучей. И поэтому ваша ходьба желательно, чтобы проходила именно на улице. Гуляйте, больше двигайтесь. Если на улице стоит пасмурная погода, а вам хочется, чтобы у вас все-таки поднялось настроение, выработался вот этот серотонин, то есть очень простой способ. Можно включить в квартире весь свет, сделать яркое освещение, и при этом тоже будет вырабатываться серотонин. А еще один вариант – это прийти вечером домой, налить себе горячего глинтвейна, наполнить горячую ванну, добавить туда ароматические масла, лежать, слушать в плеере шикарную музыку с бокалом глинтвейна. И при этом утром встать на весы и увидеть, что вес совершенно не упал. Я шучу. Дело в том, что алкоголь будет немножко задерживать воду, и вес на следующий день действительно может не упасть. Но вы-то уже знаете, что это за счет задержки воды. И через день он упадет в двойном размере, и это будет совершенно нормально. Но главное – вы поднимете себе настроение. Вы не будете дружить с холодильником, вы не полезете за шоколадом, вы не пойдете в магазин для того, чтобы купить тортик. Вы устроите себе такой роскошный, шикарный день. Так, ну что, давайте чай разливать. Вы можете добавить туда же зеленый чай, любые сухофрукты. Не очень на заварку похоже. Это не заварка. Важен не цвет, важна фактура. Мне кажется, если депрессия, то цвет имеет какое-либо значение. Вот мы дома делаем чай ягодный, и вот цвет повышает нам настроение. Я думаю, что это каждого свое, наверное, да? А у нас же есть психотерапевт в студии, который все прекрасно знает о влиянии цвета на настроение. Жень. Да, безусловно, вообще теплые цвета и яркие, они всегда настроение повышают. И даже проводятся эксперименты, люди, испытывая состояние депрессии, плохого настроения, действительно выбирают серый, какой-то фиолетовый, грязно-голубой, то есть такие холодные цвета. А как только настроение повышается, они сразу же начинают обращать внимание на другие. Выходишь из ванной ароматически, весь был глухая аромомаслами, закутываешься в мягкий горячий халат, который до этого грелся на батарее, берешь в руки горячую кружку, сидишь, смотришь передачу «Семейный размер» и получаешь удовольствие. И я еще хотела бы добавить, что все-таки главный источник радости в нашей жизни – это общение. Общение с теми, кого любим мы и кто любит нас. Поэтому в этой картинке нужно завершить и увидеть нашу семью. Правило для тех, кто худеет. Осенний чай для настроения. Сушеные яблоки и шиповник залить кипятком. Добавить дольки апельсина и корицу по вкусу. Я думаю, этот чай вам по-любому понравится, потому что к нему вам сегодня полагается маленькая долька горького шоколада. И подчеркиваю, что шоколад должен быть именно горький, темный шоколад, никакого молочного. Именно этот шоколад содержит рептофан, который повышает нам настроение. Пожалуйста, подходите, берите. Кто не успел, тот опоздал. Мы держим немножко чай в руках. Получаем довольствие. Садитесь, возьмите вот так в руки. Подержите эту чашечку.